А у нас уже Илья Вкусов, я уже слипаю лаушники, потому что, честно говоря, ухо пухло. Вот, этот фильм он ушел, у него заболела голова, так что сейчас Мохаммед Фаржалак зайдет, он уже здесь в студии, будет у нас еще один гость, компетентный по Ближнему Востоку. Традиционно призываю полайкать эфир, не халявить, хотя у нас уже достаточно большое соотношение, хорошее соотношение между лайкнувшими и смотрящими. Вот, и это хорошие смотрящие, не те смотрящие, которые создают все эти монопольные схемы, о которых мы говорим. И, значит, подписывайтесь на Patreon, подписывайтесь на, господи, спонсорство, мне уже у самого мозги начинают закипать. И у нас хорошая сегодня, ну как хорошая, трагичная, с одной стороны, тема, трагичная, это ситуация в Турции после землетрясения. И как это, значит, повлияло на расклад в Турции, в регионе, по Ближнему Востоку мы пройдемся, потому что Ближний Восток это непосредственно затронуло. И это затронет много какие страны, это затронет и Грецию, это затронет Кавказ. Ну, короче говоря, Эрдоган шел на всех порах к своей победе. К успеху. Да, к успеху и к очередному. Даже выбор сдвинул на месяц раньше. Вот, то есть чувствовал он себя хорошо, несмотря на кучу проблем, которые у него было в экономике, но все были уверены, что он победит. Вот, и вдруг происходит вот это землетрясение, которое, конечно же, очень трагичное, погибли десятки тысяч людей, реальная статистика выше, чем то, что показывают. Ну, официально сейчас 36 тысяч 100. Да, да, там уже под 40 тысяч. Мои турецкие друзья говорят, что количество жертв может быть 100 и даже больше тысяч, потому что там целые города оказались подзаваленными и разваленными. И, соответственно, в любом случае это огромнейший удар, который исчисляется сотнями миллиардов долларов. Вот, 100 миллиардов долларов приблизительно, это, по-моему, прямые потери, еще 200 миллиардов косвенные. И вот Мухаммед как раз заходит. Заходи, заходи. Приветствую. Привет, садись. Я как раз ввожу в курс дела. И мне водички принеси, пожалуйста. Спасибо. Вот, и, ну, и, соответственно, эта ситуация, она будет иметь очень серьезные политические последствия, политические, экономические, потому что, ну, Турция потеряла фактически от 10% ВВП. 5,5. Это их оценки. Это их оценка. Ну, плюс еще, как бы, косвенные там всякие потери. Ну, да, да. Я об этом, да. Вот. Короче говоря, даже если это был бы 1% ВВП. Нет, огромная сумма. Это, ну, это реально огромная сумма. Турция в аду за несколько часов потеряла огромное количество людей, сравнимое там с теми потерями, которые в нашей войне, как бы, там происходят. Вот, поэтому, вот давай поговорим об этом, ну, и размотаем ситуацию по Ближнему Востоку. Потому что очевидно, что у Эрдегана появились серьезные проблемы. Очевидно, что, несмотря на то, что власть в лице Эрдегана и правящей партии, они попытались сделать такой ход, и в принципе, правильно, что давайте не говорить о политике вот в этой ситуации, потому что у нас огромная беда. И вчера, кстати, собрали вот в эфире национальных телеканалов 6 миллиардов долларов. То есть сумма, я думаю, будет больше, сумма будет там миллиардов 15, может быть, да и больше. Вот, там включились не только простые люди, там и корпорации включились, там и госбанки. Ну, короче говоря, включились все. Турция действительно объединена общим горем. Многие сочувствуют, и мы тоже выражаем свое сочувствие. Неоднократно уже в наших эфирах говорили об этом. Вот, но сразу все равно началась политическая игра, потому что оппозиция, как бы, там начала делать соответствующие заявления. Поднялся вопрос по поводу застройщиков, началась, как бы, начали все говорить о том, что вот эти все коррупционные всякие делишки, которые всегда происходили там в Турции, и не только в Турции, в строительстве, они вот дали свои вот эти страшные плоды. И, ну, естественно, как бы политическая система Турции, она, ну, она, я думаю, в ожидании таких больших последствий, вот в связи с тем, что произошло. Потому что были заявления, опять-таки, отправящие партию, что не время проводить выборы, страна объединена горем, необходимо перенести там это все. И, ну, короче говоря, давай размотаем вот людям ситуацию, что, какие будут последствия, самое главное, как это на нас отразится, потому что там можно найти массу последствий для нас, мне кажется. Я бы два сюжета выделил, один касается Турции, один касается Турции и Сирии, в принципе, Ближнего Востока, ну, по Турции. Масштабы, проблемы очень большие, то есть тут, как бы, дело не просто у Эрдогана проблема. Ну, там, то есть я несколько лет назад на BBC была статья про, это было после землетрясения в Измире в 2020 году. Они опубликовали статью, в которой был комментарий, по-моему, представителя Министерства экономики Турции, который сказал, что количество строительных амнистий, так называемых, выданных турецкими властями, строительные амнистии, это время от времени турецкие власти выдавали такие, типа, документы, которым освобождали от уплаты штрафов тех застройщиков, которые возводили здания с нарушениями. Ну, то есть, что, короче, амнистии. И таких амнистий выдано, то есть, по этим амнистиям попадают 13 миллионов зданий, построенных в Турции. Ну, это огромная цифра. И, ну, более того, когда было землетрясение в Измире, тогда посчитали, опять же, в Турции были данные о том, что 672 тысячи, если я правильно помню, зданий получили вот эту вот амнистию. Сейчас, ну, я видел информацию о том, что, ну, пострадали, что там разрушено или частично повреждено 47 тысяч зданий. Это, ну, последняя официальная информация из Турции. В этих районах на юге Турции, которые пострадали от землетрясения, амнистии было выдано на 75 тысяч зданий. Ну, то есть, по-любому среди этих разрушенных, поврежденных зданий есть те, которые вот так вот строились с нарушениями, а потом застройщикам, ну, освобождали их от уплаты штрафов. То есть, это проблема масштабная. Более того, не секрет, что, это же в Турции давно уже обсуждается эта тема, что есть свои монополии на рынке. Большие корпорации строительные, которые там связаны с, якобы связаны с политическим руководством Турции, с окружением Эрдегана, возможно. Это, ну, эта тема муссировалась много раз, но, понятно, ну, пока там не было никаких инцидентов, то это все было на уровне политической риторики. Сейчас, когда погибло больше под 40 тысяч людей, понятное дело, что по мере того, как Турция будет выходить из вот этого состояния горя и потери, все начнут задавать типичный вопрос, кто виноват, ну, и кого привлечь к ответственности. И, понятное дело, что, ну, ты же сам видел, что Эрдоган пошел на упреждение, начали задерживать всяких там представителей турецких компаний. Устройщиков задержали одного, второй бежал там в Грузию, куда-то. Да, при попытке куда-то убежать, это все же вот понятно, это все вот действие на упреждение, они сразу поняли, что это будет тема, которую будут использовать оппозиции, пытаясь капитализироваться. Но вопрос все равно будет стоять остро, потому что у всех будет запрос на справедливость, у всех будет запрос на то, что на, как бы, вот, собственно, предоставьте нам вот этих вот людей. И это, конечно, ну, то есть у Эрдогана серьезно, то есть землетрясение будет играть, будет одним из серьезных факторов на выборах, это уже факт. И, скорее всего, более того, разборы завалов, скорее всего, уже растянутся во времени, они не закончатся в ближайшее время, то есть, скорее всего, даже до даты выборов. Соответственно, эта тема, она будет постоянно звучать. И именно поэтому власти же начали думать над тем, чтобы отсрочить выборы, но эта тема, она, как бы, не очень удачно зашла, потому что, ну, понятно, все люди начали говорить о том, что ясно, они хотят отодвинуть выборы, потому что им неудобно сейчас их проводить после землетрясения. Плюс там же возникла серьезная дискуссия про то, а можно ли вообще переносить, отменять выборы. Оппозиция считает, что нет, согласно Конституции, ну, действительно, запрещено только там в случае каких-то агрессий, войны. Войны, да. Войны, положение. И, ну, там были, ну, короче, в общем, проблема очень серьезная. Я думаю, что один из главных сюжетов это то, что это землетрясение как фактор влияния на позиции Эрдогана на выборах. То есть, если до этого землетрясения его позиции более-менее были стабильные, сейчас это будет играть против него очень серьезно. То есть, единственное, что может там помешать оппозиции выиграть, это просто у них же тоже свои проблемы, связанные с тем, что у них до сих пор нет единого кандидата на выборах. И это проблема, потому что остается там пару месяцев, ну, надо кого-то выдвинуть, потому что иначе нельзя проводить нормальную избирательную кампанию. А просто капитализироваться на том, что Эрдоган плохое землетрясение, ужас, ну, без кандидата, да, все, кто вместо него, это сложно. То есть, поэтому, да, у них появился шанс реально победить, используя вот эту вот тему, что... Плюс, там же было очень, ну, несколько ошибок со стороны турецких властей, когда Эрдоган вышел, сказал, что 98% зданий разрушенных были построены до 99-го года. Это неправда, как бы все сразу начали постить картинки, типа, как застройка шла вот этого, как Роман Мараша, там, типа, как он был в 2004 году, как в 2020, ну, в 2022, там, типа, спутниковые снимки. Ну, что реально было, больше стало. Плюс сами турки, само турецкое статистическое агентство заявляло, что 51% зданий построены после 2001-2002 годов, а уже правящая партия была при власти. Ну, то есть, такой комментарий сыграл против него немного. И, в общем, в ближайшее время Эрдоган проведет, в ближайшие месяцы, в попытках вот нивелировать эффект, вот этого, политический эффект землетрясения. И это оказывает огромное влияние на регион, потому что, ну, понятно, то есть, если Эрдоган проиграет, придет к власти турецкая оппозиция, то это может поменять в определенном смысле внешнюю политику Турции, которая станет, скорее всего, ближе к западной. Да, то есть, здесь как раз писали, писал вот один человек вопрос, да, Габриэль Альбрусович писал, какой интересный ник. Юрий, спросите, пожалуйста, у Ильи, как Эрдоган на фоне такого удара Запада, как Эрдогана на фоне такого удара Запад может прогнуть? Например, заявление Столтенберга, что по Швеции и финнам все решили, у турков нет вопросов, что может быть еще? В смысле, нет вопросов, он, Столтенберг, да, он приехал, они сказали, что, я так понял, он приехал в надежде, что, ну, примите, мы же помогли вам, но Чавушеглу сказал, ну, они же ничего не сказали, они сказали, да, мы все равно не будем принимать по Швеции решения, то есть, они все еще держат свою позицию, поэтому, я думаю, Запад просто будет делать ставку на проигрыш Эрдогана, все. Ну, вот это их, как бы, главное, ну, я не думаю, что у них есть возможность сейчас на него повлиять, ну, серьезно, там, землетрясение, не землетрясение, ну, это, тут, как бы, я думаю, что они просто, они изначально делали ставку, ну, я полагаю, что страны Запада хотели бы, чтобы Эрдоган проиграл, я так скажу, хотя, в принципе, это, наверное, не секрет, что они бы хотели, чтобы он проиграл, сейчас их ставка будет делаться на то, чтобы он просто проиграл, ну, потому что все представители турецкой оппозиции, они так или иначе выступают за более тесный альянс с Западом, в определенных вопросах, понятно, не во всех, вот, второй сюжет, о котором я хотел сказать. Извини, что перебью, и смотри, еще один очень интересный момент, что, в принципе, насколько я помню, за Эрдогана всегда же голосовали восточные регионы, центральные регионы, менее развитые провинции. Та, которая пострадала. Да, это как раз были вот эти вот провинции, они были более консервативные, они были такие, менее развитые. Да, потому что в случае с Измиром или с землетрясением 99-го, там пострадали как раз промышленные центры и крупные городские центры, то есть это не электораторы. Да, да, там кемолисты сильные позиции. Да, а здесь у него не повезло, то есть здесь как раз пострадали, ну, это вопрос вот того, смогут, вот эти люди, которые там, вот они разочаруются в нем в результате землетрясения или нет. Ну, это сложно измерить, но этот вопрос будет стоять, и мы увидим по результатам выборов. Второй сюжет, он не касается Турции, но он просто, если мы уже развязываем, как землетрясение повлияло, это Турция теряет контроль над потоками гуманитарной помощи в Сирию. Почему? Потому что до недавнего момента Турция доминировала, то есть контролировала полностью потоки гуманитарной помощи в Сирию. Там основное количество беженцев как раз у нее было, там несколько миллионов человек. Это речь идет о гум-помощи внутри, в Сирию, на территорию Сирии, потому что вся гум-помощь шла через один погранпереход, неконтролируемый правительством, такая была договоренность штатов России и Турции, ну, то есть всех. Россия же пыталась изменить эту ситуацию, они хотели, они требовали, чтобы гум-помощь шла через официальные пограничные переходы, то есть через Дамаск. Штаты с этим не соглашались. И компромиссным вариантом было, что вот есть один погранпереход, а он как раз находится в зоне землетрясения. И что вот через него все идет... В ЗНТ потом где-то? Да, да, это в провинции Идлиб-Хатай, я вот не знаю, там Хатай или Вангазин. Хатай возле Идлиба, она совсем... Поэтому вот, и сейчас он пострадал, то есть там дороги разбиты, ну, пока там будут ремонтировать, непонятно. И, ну, а речь идет о двух с половиной, трех миллионах переселенцев, то есть внутренних перемещенных лиц в Сирии, которые в Идлибе живут. Короче, вся оппозиция, которая там была... Да, и сейчас развернулась борьба вокруг этих гумпотоков, потому что с одной стороны Россия, которая говорит, о, так давайте возить через Дамаск, да, у вас же конкретно ситуация проблемная. Плюс есть местные боевики Тахри, Рощам, Выдлибе, которые говорят, о, давайте возить через нас еще больше. У нас же есть еще погранпереходы, они контролируют как бы регион, но они тоже хотят сесть на эти потоки. Ну, потому что это жирный кусок, это ж гумпомощь, это деньги, это строительные, это строительные материалы, там, непродовольственные товары. То есть все, на чем можно, во-первых, просто деньги, ну, зарабатывать, во-вторых, это же ресурс для управления массой. Ты влияешь на людей, которым помогаешь. И, ну, там очень серьезная сейчас борьба за это, плюс же стоит вопрос остро, так как, ну, надо, ну, я же говорю, миллионы людей. Там из двух, из двух с половиной миллионов сирийцев большая часть на 70% полностью, ну, то есть на 70% зависит от помощи, прямой вот этой помощи. То есть, ну, считай, что люди не могут нормально жить без вот этих внешних поставок. Извини, перебью, а сколько, кстати, в Сирии? Сирия же тоже была вторым государством, которое, ну, получило удар от землетрясения. Ну, там же сложно понять. Не такой, как Турция, но, тем не менее, очень, тоже очень мощный. Я думаю, сейчас около 10 тысяч, по-моему. Погибших? Да, не только точной статистики, потому что... Ну, в Идлибе узкают, да. Они посчитать не могут. Там же три территории, которые контролируются разными, то есть подконтрольное правительство, неподконтрольное правительство в Идлибе и неподконтрольное правительство в Алеппо. И там вообще три разных администрации, и они между собой не координируются. Посчитать это все сложно, плюс возникла же проблема вообще завоза в Сирию, гуманитарной помощи, спасатели не могут туда доехать, ну, кроме региональных стран. Из-за чего же, кстати, в Европе же опять возникла вот эта дискуссия, типа, снимать санкции Сирии, не снимать, и вообще правильно ли это, что санкции наложены. Ну, потому что действительно определенные санкции, они мешают беспрепятственному завозу гуманитарной помощи, а это нарушает принципы международного права. Ну да, то есть формально гуманитарная помощь исключена из-под санкций, но фактически компании, которые ее возят, они боятся заходить в Сирию, потому что боятся, что просто их в черный список попадут. И из-за этого, ну, короче, в Сирии ситуация просто прямо противоположная тому, что было в Турции. То есть, если в Турцию съехали, сколько там, спасатели из 75 стран, то в Сирию, ну, кто предоставили, там, в основном региональные страны, то есть Ирак, там, Иран, Россия, Альжира, Саудовская Аравия уже 8 бортов, кстати, приехала. Здесь Надя Аволс, наш зритель, несколько интересных таких зарисовок дал по этой ситуации. Первая зарисовка, он говорит, в Турции не коррупция, а в Турции очень, с большой буквы, очень много мелких застройщиков, все строят кто на что гораст, чутких требований к строительству нет, проверок толком нет. Это первый комментарий. Второе, турки злые еще и потому, что всех, всех, все кинули, и первые три дня на месте трагедии никто, никого не было из представителей власти. Вот, значит, третье, Евгений Ивчев говорит, что Запад просто будет делать ставку на прорезь Шердогана или будут принимать в этом активное участие. Через медиа пробовать прокачивать тему с надлежащим строительством, как вариант, сейчас рассмотрим это как бы дальше. Надя Аволс, я так понимаю, он там, в Турции, или ситуацию там изнутри знает. В то время, в том регионе много сирийцев, по причинам, потому что он примыкает, к которым Эрдоган сразу дал гражданство, чтобы ему голоса на выборах давали. И, наконец, он пишет, прорезь Шердогана сейчас всячески поддержку России дают, все санкционные товары идут через Турцию. А вас это, наоборот, кратко, от славы Украине. А, точно, слава, слава, но не увижу Украину. Ну, вот такие, такие сведения. Коррупция, не коррупция, это же никого не будет интересовать. Все будут на это смотреть, как на власти виноваты, все, как там это было, какими схемами это было сделано. В любом случае, строительные амнистии, это такая, типа, неоднозначная тема была еще, когда их, ну, их, кстати, выдавали с 60-х. То есть, проблема вообще с десятками лет существует, то, что у них стандартов нет, и, ну, как, они есть, но не все их придерживаются. Вообще, проблема застроек, кстати, это же общая проблема региона. В Египте это огромная проблема, в Сирии это проблема, это вечно, то есть, это же постоянно вот эти вот, ну, идиотские, как бы, застройки, часто в пригородах, которые там, ну, непонятно, по каким нормам сделаны, ну, ясно, что не по нормам. А часто из-за того, что лицензии выдают на строительство, может, даже в результате коррупции, то, как бы, это же вечная проблема многих, многих стран, на самом деле. Тут, кстати, меткое замечание, вспоминаю законопроект Шуляк, номер 56-55, мы тоже хотим строительный бардак, как в Турции, это же как раз по поводу того, что застройщики должны получить намного больше, ну, как бы, возможности строить, как они хотят, там, а не как... То есть, они и так много чего могут строить, как хотят, ну, в Киеве, по крайней мере. Давай пас дадим Мохаммеду Фаржаллаху, мы обещали его в прошлом, на прошлой неделе, что обязательно его пригласим, вот, и пригласили. Что скажешь, да, что скажешь вот по этой ситуации, как она повлияет вот на Ближний Восток, потому что, ну, в принципе, это, я вот слышал, наверное, оттензис говорил о том, что Турция, она получила очень много... Мощный удар под дых, что не было. Сто процентов. Да, Турция, вид, себя позиционировала, как региональную супер-пауэру, такую супер-державу, которая на всех порах шла к тому, чтобы стать... Супер-игроком. Супер-игроком, на глобальном уровне. Через различные, как бы, там, проекты, через хабы, вот эти вот, газовый хаб, логистический хаб. Аэро-хаб тоже, именно, авиасообщение полностью. Всем добрый вечер, спасибо за приглашение, Юра, я рад тебя видеть, Илья, наконец-то, в одном эфире. Думаю, Илья очень хорошо и профессионально разобрал внутренний вопрос. Действительно, цифры, все прекрасно. Я смотрю вопрос снаружи, внешний. Естественно, этот удар, я считаю, уже то, чего Эрдоган не ожидал и не было в счетах абсолютно. Эрдоган, если мы смотрим на конце прошлого года, Таймс называла его головной боль Байдена. То есть, он настолько раздражал Запад, настолько уже прыгал выше крыши, если мы так говорим, и настолько он забыл, что именно Турция стала членом НАТО, благодаря реформу уйти от понятия Османской империи и войдя в новую светскую Турцию. И сегодняшний день Эрдоган пытается обратно. И сегодняшний день, помню, до войны в Украине, до вторжения, был опубликован отчет один из американских институтов про именно поколение Z. Значит, до того, как этот символ был использован нашими врагами, был такой отчет именно, который американцы расследовали про именно поколение Z. Там о чем сказано, что в 2023 году будет немалая часть избирателей в самой Турции, поколение, которое впервые голосует. Это поколение, которое выросло именно с понятия айфонов и смартфонов умных технологий. И при Эрдогане. И при Эрдогане. И психологически поколения, которые выросли и видят все время одного лидера, одного президента, все равно это негативно. Они всегда хотят смены. Плюс Эрдоган пытался за 20 лет укрепить своих религиозных институций, укрепляться. И туда приходится молодежь. Молодежь туда не шла. Молодежь все равно осталась проевропейская. И помню, в какой-то период даже на YouTube Эрдогана были вынуждены закрыть комментарии, сколько был негатив в адрес Эрдогана. И этот, я пока не имею цифры, но говорят, от 10 до 15% будущих избирателей это просто молодые юноши, которые будут впервые голосовать. И заранее было понятно, что они будут не за Эрдоган. Это первый фактор. Тут же, конечно, серьезно сделал ставку Эрдоган на три вещи. На выигрыш этих выборов и эти выборы, которые хотел после своей реформы. Он сделал вопрос, пользуясь исторической памятью. Он это двинул из июня на 14 мая. Таким образом, хотел дать себе, что он хочет восстановить историческую память. И все-таки справедливость. Когда был избран, по-моему, в 50-х, именно Однан Мандарис. Это был один из первых демократических лидеров. И потом его расстреляли. Через 10 лет он уже себя подал как лидер, который восстанавливает справедливость. И, кстати, его тогда ликвидировали военным переворотом. Мандарис? Мандарис, да. Одна Мандарис. Но просто на арабском Мандарис. Там Мандарис. И тут в момент, конечно, это никому не понравилось, что он это двинул на месяц раньше. Ну, конечно, правда, что будет праздник Эд-Адха, будет совпадать. Но он это о чем показывает? Он торопится. Он пытается отрезать время у своих оппонентов. Второй фактор. Хотел максимально выжать пользу из Запада. Он всегда подает себя, не то что как антизападный, как новый лидер, который будет новый баланс, новый на Ближнем Востоке, который будет его уважать и на Западе, и на Востоке. Этот мы наблюдаем как-то в Сирии, в разных арабских странах. И много создали ему образ новый султан, который его может доверять. И он создал серьезное экономическое чудо, правда. Но все время выходит и пытается с Западом конфронтаться. И тут же вопрос, выходит война в Украине. Запад нуждается в одобрении Турции, вступлении в Финляндии и Швеции. И тут же, мне кажется, он попал в ловушку или сам себя накинул. Когда он начал уже шантажировать. То есть одно дело, когда требуют какие-то стандарты, какие-то законы. А этот вопрос вышел на шантаж. Сначала потерял вопрос по курдам, вопрос по законам. А вопрос потом цеплял за одни вопросы другие. И по самолетам требовал. И на самом деле, наблюдаем, ему шли на уступки. Соглашались, что Ф-16 ему продадут. Соглашались, что 5-е поколение Ф-35 тоже будет. Соглашались, тогда помним заявление Ян Стольтенберг, когда говорил, Турция важный член НАТО, надо к ней прислушиваться. Тоже помним, когда приехал премьер-министр Швеции, с прекрасной фотографией взяли, тогда было письмо между королем Швеции и один из султанов. А там переписки, копии архива. То есть они шли к нему, как к султану. Вот на. Ну, подпиши, а? То тебе надо. Но он все равнил, но он сам себе заигрался, поверил. И решил поднимать больше ставки. И тот же вопрос, помним, ситуация о том, что когда поджег Коран, этот радикал. И я думаю, он в этом начинается, конечно, играться. Все, вы нас не уважаете, мы не будем. И помним, и мало кто заметил, когда начал обвинять и опять же раздражать Финляндию, то министр иностранных дел Финляндии заявил, что мы подозреваем, за этот поджог Корана стоит сама Турция. То есть именно могла в этом принимать участие. Но тут вопрос в том, что когда у один из сенаторов США открыто, он сказал, раз торгует, мы торгуем. Не будет никаких Ф-16, Конгресс не будет рассматривать, пока вы не впускайте Финляндии. То есть уже ушли от формата дипломат, и формат четкий торги. И тут же Эрдоган проиграл этот момент, но он хотел максимально показать выгоду, и это хотел дорого продать на выборах, что я смог добиться вот таких и таких условий. И третий момент, естественно, он боится Запада, он не знал, что Запад ему подготовил на этих выборах. И инструменты soft power по внутреннему обществу, это один из сильнейших, которые могут быть в руках Запада, которые всегда имеют запасной вариант. И он не знал, что ему готовят, как они подсмотрят на оппонента, который пока нет. Помним, в январе, в январе, в январе, оказывается, был шестигранный столик, когда оппозиции собрались. Да, как говорил Илья, пока нет единого кандидата, но оппозиция имеет серьезные шансы. И он хотел максимально в руках держать, чтобы я вам все отдам, все, что хотим, но когда выберите меня. Но в этот момент он допускал главную ошибку, он потерял доверие Запада. Теперь Запад стал неуверен, если его поддержат, или не будет поддержать его оппонент, что он потом не станет новым требованием и новый шантаж, и он уже вошел в них ума как торгаш, и поэтому начал действительно идея созревать, что как оппозиция, она за более тесные отношения с Западом, действительно с Эрдоганом это не будет. Плюс Эрдоган 20 лет тоже имеет серьезные проблемы на Ближнем Востоке. То есть, да, недавно начали какие-то потепления между Саудовской Аравией и Турцией, Саудовская Аравия и Египет, в Сирии это отдельная тема, но это не говорим про основных игроков. В Ливии он там тоже имеет свои, скажем так, свои интересы, но он сильно расширялся, и он эти тоже игроки, которые на самом деле и помнят, что Эрдогану тоже не совсем может доверять, и помним, что весь мир признал президента Египта, к примеру, Абдул-Фаттах и Сиси, а до последнего Эрдоган его называл переворот, не президент, и поэтому это все осталось в память. И сейчас он попал в серьезные проблемы. В это проблема это вызов, в который действительно оппозиция имеет большие бонусы, и он не способен решать, что это много, и плюс ему нужен действительно сильная помощь. Мы наблюдаем, как Эмир Катар прилетел на поддержку, соболезнования, и Катар сделал огромный жест, когда передал все временных домов для болельщиков, я об этом даже написал твит, что как можно стать сверхдержавой, не меряется в арсеналах в ядерных, как наш враг, именно через этот рынок. Можно именно сделать серьезную гуманитарную миссию и стать великим, действительно. Катар ему это передал, но он сейчас нуждается в очень серьезной помощи, в какой-то, скажем так, альянс восстановления, альянс вложений на восстановление. Ему нужна помощь. И эти помощи теперь будут зависеть, какие шаги принимают. И сегодняшнее последнее заявление, которое заявил Чауи Шугло, да, мы не против вступления, мы прежде не против вступления Финляндии и Швеции, но тут Запад уже перестал верить словами, он будет ждать конкретных поступок. Не то, что не против, они и так знают, что слова не против. Если у Эрдогана сейчас идет по грани, действительно, по грани лезвия, и шаг вправо-влево, он может потерять то, чего 20 лет. Как Эрдоган поступает, всегда мы наблюдаем, что именно личность, скажем так, и прагматична, и непрагматична. Трудно прогнозировать его иногда шаги, поскольку они могут быть очень, действительно, нелогичные, или непрогнозируемые. Вопрос его приближения к Сирии, тогда, когда он говорил, что я создавал в старой части, это очень-то не понравилось Запада, поскольку, понятно, вот это осаду, и он идет на конфронтацию, все время шел на конфронтацию. Сейчас Запад, я думаю, перед тем, как протянуть руку помощи, мы не говорим о гуманитарной руке помощи, в реальном восстановлении этих регионов, чтобы спасти его репутацию. Сейчас реально спасти его репутацию, если избиратели за три месяца начнут реальный начало процесса восстановления, а на этом ему нужны серьезные, мощные ресурсы. И этот может дать ему и Международный банк, и может Евросоюз, и США, и теперь от него ждут, чтобы он сделал шаги, чтобы потом он не обвинил Запад, что его, якобы, шантажируют. Как он пойдет дальше, и пойдет прекрасно, другая сторона, ни Китай, ни Россия, такого ему не могут предложать. А саудиты вот куда-то? А вот саудовская Аравия, мы не наблюдаем сейчас, уже есть более-менее единство общих знаменателей в арабских странах, поэтому, когда один приезжает, он отражает, скажем так, общее мнение. Я думаю, эмир Катар передал ему какое-то посылание. Просто, естественно, это должен быть визит серьезный, потому что эмир Катар, он не может приехать с пустыми руками. Да, это соболезновал, поддержал, передал серьезные дома, которые были для болельщиков. Я думал, ему кое-что передал. Именно от страны Галфа, Арабского залива. Думал, было ему что передано, и теперь он должен принимать. Но арабские страны, именно Галф, они не будут его поддержать без согласованных в общих вопросах, которые уже они и общие с Западом. Это, естественно, вопрос, и не только по то, что для Запада, это НАТО, это вопрос именно на внутренний вопрос по Ливии, по Сирии, по Ирану, вмешательство иногда в разных процессах. До сих пор демаркацию, которую подписал с демаркацией морских границ, которую подписал с Ливией, Египет их не признает. И тут же общая, теперь у арабской страны есть серьезная, конечно, возможность, и у него вернее, и теперь они смотрят. Эрдоган поменялся, действительно, как он заявляет, уважает там, общее мнение арабских стран, или на словах, чтобы их одобрить на какой-то момент. И поэтому ему было кое-что передано, и он сейчас принимает серьезное решение. Вопрос перенести выборы, я думаю, он прекрасно понимает, это не в его пользу. если он даже найдет каких-то юридических, что там беспедствия, в 10 регионах объявлено чрезвычайные положения, и так далее, но тогда он даст своим оппонентам больше подготовиться. И он сейчас, у него действительно с обеих сторон уже ему не сладко. Либо идти на соревнования со временем, и сейчас пытаться, он должен что-то сделать, который действительно это шок, и плю, я помню, выборы местные, он проиграл, особенно в Истамбуле, это не его там кандидат, и сейчас вопрос курдии его не поддержат, и других многих там нас меньшин поддержат, и уйти от каких-то придумать что-то чудо нет, одно чудо есть и спасет его уже если люди раньше до этого землетрясения смотрели на его, что он Турция большой игрок, Турция требует приглашать быть медиатором между Украиной и Россией, Турцией, напомним, когда был визитом на ООН, и там собрание всех государств, его спрашивают журналистка, а вы Бадина встретили? Нет. А вы бы хотели? Нет, не хочу. То есть настолько он скажем так уверенно и нагло когда говорит нет, я не хочу с ним встречаться, это продавалось дорого в арабских странах, вот он, вот он мощный кто на самом деле наконец-то поставил западок, а теперь кто на колени и теперь он не может и люди ждали, что вот будет F-16 кстати, да здесь их не было, все равно он шантажировал, он показал вы должны со мной разговаривать и в этот момент он допустил эту вторую ошибку, он шел по следам Путина, Путин психологически болен, если помним до того, как в вторжении все говорит с нами не разговаривает, с нами не считаются и тут он повторяет то же самое и понятно, что действительно это болезнь и он понимает, что теряет репутацию и мало кто может доверять, теперь могут доверять только действия, какие действия примет и сейчас помощь может и только с арабского мира и с запада, какие действия примет, тогда это мы поймем его будущая судьба, имеет он судьбу и остатки или нет, это очень конечно действительно серьезный вопрос. Смотрите, спасибо, Мохаммед, просто отлично как бы это интереснейший спич, интереснейший расклад. Я здесь веду еще одну опцию, что могло быть в ближайшее время, какой сценарий мог быть реализован, продолжая эту линию по Путину, который сказал, это Греция, потому что там же были проблемы не только с Ливией и демаркацией морской границы, были проблемы обозначились проблемы по Греции, потому что в этот момент как раз все как раз пересекается. В то время, когда он подписал демаркацией морской границы якобы с Ливией, вот как раз Греция пошла ему на конфронтацию, подписал демаркацией морской границы с Египтом. То есть серьезное противостояние. Да, потому что там же идет борьба за морской шерф, который в районе Кипра, вот это все как бы и начали формироваться коалиции, которые мы с тобой рассматривали на одном эфире. Мы с тобой говорили, там, объединенные Арабские Эмираты появились, Израиль, Греция, Франция, Кипр, все кому не лень. Это одна из причин, почему он пошел на нормализацию отношений, потому что он увидел, что формируется антитурецкая коалиция и надо быстро меняться, надо уйти навстречу Эмиратам, Египту. Это же одна из причин, потому что он понял, что он сейчас в изоляции окажется. Так что в этом плане я думаю, тут будет несколько. Я думаю, я согласен, скорее всего, он либо договорится с Западом, и те не станут его топить сильно. Но это только при условии, если, я думаю, что это при условии, если турецкая оппозиция совсем, ну, то есть они, я думаю, что в странах Запада будут смотреть, насколько себя хорошо будет чувствовать турецкая оппозиция, потому что если у них будут все шансы выиграть, то нет смысла помогать Эрдогану. Ну, это логично, если ты видишь, что... Но с турецкой оппозицией может быть такой вариант, что они проиграют, потому что шесть партий, несколько политических лидеров со своими амбициями, со своими... То есть... Повестками? Да, там же... Курды там сами по себе... Курды же уже почти чуть ли не откололись до землетрясения, у них же там ссора была, а Курды не захотели, чтобы кандидатом становился Кемаль Килыч Даруглу, который сейчас очень хочет. Он хочет быть вот... Он давно хочет, но он такой, он системный оппозиционер. Более популярными являются мэрон Кары и мэр Стамбула намного, но они не захотели. Они как-то так сказали. Его ж купировали как раз недавно. Да, они же сказали, они же как-то так, такое у них было заявление, типа, ну мы за него, но это... То есть вопрос, если на Западе еще увидят к тому, что как бы оппозиция не сможет, или будут сомнения, да, они могут просто максим... Они сделают то, что делал Эрдоган с вступлением Швеции и Финляндии. То есть они воспользуются его слабостью, чтобы выбить из него определенные уступки. По НАТО, по Греции, еще по каким-то вопросам, по Ливии. Или он договорится с аравийскими монархиями. Это же такое... Это же уже было, кстати. Ну вот в тот момент, да. Даже если Запад начинает помогать, он понимая, что его нельзя доверять, все равно будет помочь, помогать, чтобы выбить с него помощь или уступки по этим вопросам, и будет требовать, чтобы было комфортное условие для оппозиции. Ну конечно, да. Чтобы оппозиция еще хорошо развивалась, набирала сил, в них были клыки, и через время понимаешь, что надо его списать. Да. Потому что договоренности с аравийскими монархиями, они уже были. Когда у Турции вот это была проблема с инфляцией, два года, ну вот во время пандемии, ему же несколько миллиардов, десятков миллиардов долларов дали эмираты, когда приехал Мухаммед Бензейд. Он ездил в Турцию, это был первый визит его за время их конфликта, и тогда же пообещали влить в экономику Турции 10 миллиардов долларов. И то же самое, потом приехал эмир Катара, потом были контакты с Саудовской Аравией, то есть это уже было, когда ему помогли с его экономическими финансовыми проблемами. И я думаю, что это один из вариантов тоже, который может быть реализован, тем более, что арабские страны заинтересованы в том, чтобы влиять на Турцию самостоятельно, чтобы купировать западное влияние, потому что у них есть свои виды на Турцию, на то, что можно сделать. Им очень хотелось бы присоединить Турцию к себе для того, чтобы купировать Иран вместе, то есть чтобы Турция не вела вот эту политику и дружим, и дружим, а как бы была конкретно у них в коалиции против Ирана, плюс есть заинтересованность по Сирии. Я не зря писал у себя в Телеграм-канале, что скорее всего турецко-сирийская вот эта нормализация, которая в любом случае произойдет, потому что оппозиция тоже за это выступает, у них просто проблема с беженцами, надо с этим что-то делать. В этом может быть, в этом заинтересованы аравийские монархии, Эмираты в частности, которые может быть даже являются одними из, могут быть, спонсоров этой нормализации. Ну, им это выгодно, потому что сейчас как бы решается вопрос, кто будет влиять на Сирию, и у них есть деньги, соответственно, тут вопрос понятный, то есть они могут предоставить, им нужно, чтобы Турция просто занимала более похожую на них позицию, поэтому я думаю, что вот это два таких основных сценария, я думаю, что может быть попытка перенести выборы, но в таком случае, мне кажется, это закончится противостоянием, скорее всего, будут протесты против этого, и дальше все будет решаться уже в другой логике, и, ну, сценарий просто, ну, просто проигрыши оппозиции, потому что они не смогут мобилизовать сторонников, ну, я не исключаю его, просто потому что это же выборы, все-таки, кто там, что там к тому времени будет, и сработает ли только лишь фактор землетрясения, это тоже, как бы, вопрос, поэтому, еще, ну, будет интересно посмотреть на действия Эрдогана в ближайшие месяцы, то есть, что он будет делать, чтобы пытаться как-то все-таки я думаю, даже недели, я думаю, потому что осталось мало времени, и он сейчас такие-то месседжи высылает, он выходит, он подает себя не как президент, а как отец, когда посещает здесь все палатки, он сочувствует этому, и чтобы никто не подумал даже, что его в чем-то обвинить, то есть, он выходит, как отец, которые, когда он заявлял, что в кратчайшие сроки все получат бесплатные жилья, 100 тысяч они построили там, да, и сейчас он понимает, что он в обгонке, и он пытается прошупывать, и сейчас, я думаю, изучать те моменты, которые сигналы получил и от Запада, и от Востока, но есть еще моменты, и Турция, если хочет получить поддержку, придется по отношению к Западу уйти на конкретные уступки, это мы знаем, по НАТО, а в арабском мире уже идти на договоренность только по Сирии, и по Ливии, они по Ливии, там идет, он занимает другую позицию, в котором сейчас нужно уже решать, и сейчас еще выходит, выходит тот потенциал, то те дивиденды, которые накапливал, когда он начал играть в эту большую политику, он их вот просто теряет, теряет что именно в результате, не то что земли, просто природа, и я думаю, это очень серьезный урок, который нужно рассматривать. Тут еще, я момент, который хотел этот раскрутить, потому что он был одни без ключевых элементов во внешней политике Эрдогана в последние годы, я имею ввиду, опять-таки, Греция и Лозаннский мирный договор, потому что в этом году, 24 июля, 100-летие для Лозаннского мирного договора, и Эрдоган еще, по-моему, в 16-м году, 22 ноября, он в Анкаре, когда выступал, он поставил под сомнение Лозаннский мирный договор, они не собирались его отменять, это была просто риторика. Смотри, он запустил эту риторику, которая начала будоражить многим, почему? Потому что Лозанский договор фактически определил те границы, которые были сформированы после Первой мировой войны, когда Турция потеряла Сапатамию. Семнадий, да. Это же Russia-style игра на ресентименте, просто по отношению к Западу. Да, и вот в последнее время, как минимум, последние пару лет, мы видели, как шла, такая билетаризация отношения между Грецией и Турцией, потому что началась уголка вооружений, корабли, постоянно какие-то на границах стычки по поводу мигрантов, которые турки перебрасывали, на ту сторону греки их таблозат выбрасывали. Потом Рыгал поставил вопрос по поводу демилитаризации островов в Игейском море и там вокруг это идет постоянная возня. И ребята, которые в Турции живут, рассказывают, что общаясь с турками, такими непростыми, говорят, что складывалось впечатление, что в принципе Эрдоган был готов пойти на такую маленькую победолустую войну вокруг какого-то одного из островов, в духе ЛНР, ДНР, для того, чтобы получить какую-то большую победу, для того, чтобы попытаться какую-то статус-ку, потому что для Турции вопрос островов, он почему важен, что Греция за счет островов контролирует акваторию и фактически может диктовать какие-то свои условия. Он и для оппозиции важен. Вообще, вот эти два вопроса, Греция и курды, они же общие для Эрдогана и для все турки так или иначе считают, когда Эрдоган провел операции в Сирии против курдов, все турецкие политические лидеры их поддержали. Они же говорили обо и тот же Килыч Даруглу, они не критиковали его за это, они говорят, да, курдский фактор, то есть он для турецких кебалистов и националистов это общая такая штука, ну кроме турецких курдов, понятное дело, но поэтому тут как бы вопрос, то есть это тема, на которой можно вечно играть и она найдет поддержку среди большей части, потому что это вопрос исторического, это национальной гордости, вопрос ну то есть у каждой же страны есть какой-то условный соперник. Вот мне вопрос интересно, всегда мне мучился вопрос, прекрасно мы понимаем, что Индейский нападет на страны члены НАТО, именно активизируется 5-я статья, а что если нападает на эту члены НАТО, другая страна члены НАТО, интересно. Ну их уже были разборки в... Ну поэтому штаты каждый раз вмешивались, потому что они понимали, что доводить до такого не надо, потому что придется что-то... они же по 5-й статье должны собраться, как минимум, а там что-то решать. И штаты каждый раз, когда были проблемы между Грецией и Турцией, именно вмешательство штатов позволяло немножко остудить это все. Ну смотри, в последнее время штаты как бы они посылали, делали такие злаковые вещи в пику Эрдогану, как бы, допустим, вот Ашелекс тоже Греция, которые там... Нет, они на стороне Греции, это точно. Ф-35, которые ли дают Турции там... Программа перевооружения греческой армии, которая там... Ну потому что им нужен балансир Турции. То есть они же все прекрасно понимают, что Турция так или иначе движется к... Ну как движется? Она стала одной из региональных держав. Там будет ли она супердержава, это неважно, но она уже стала, то есть с ней надо считаться, есть определенная там зона интереса в Турции, на которой они играют, то есть в любом случае ты не сможешь игнорировать. Нужен сдерживающий фактор. Да, нужен сдерживающий игрок, то есть балансир. Таким балансиром, ну если раньше таким балансиром, например, кстати, в свое время была Ашсирия, ну при Хафазе, Асаде, ну как бы это была одна из таких стран, которая могла, способна была играть в противовес Турции в Ливанте. Сейчас, когда ни Сирия, ни Ирак, ни Ливан, ну короче, они себя плохо чувствуют, соответственно, после многих лет конфликта Греция один из немногих. Украина, кстати, могла бы быть тоже балансиром Турции вот в районе Балто-Черноморского пояса. Ну так, если вот чисто с теорией, то есть посмотреть на потенциал и на ресурсность. Вот, сейчас, понятное дело, в условиях войны нет, но это, кстати, один из таких интересных наших функционалов для Запада, для интересов штатов. Поэтому они со времен Трампа играют, откровенно играют на стороне Греции. При Трампе же было вот эти все основные действия. Они же при Трампе отправили войска на одни из вот этих островов в Александрополис. Их разбестили там. Это было при Трампе в 19-м, в 20-м году. Так что, в принципе, да, тут все... Но я думаю, что этот вопрос, он будет общий для... То есть, любой турецкий оппозиционный кандидат, который придет к власти, он все равно так или иначе будет... Просто не будет этой провокационной риторики, как у Эрдогана, когда он там выступает и что-то говорит грекам. И не будет, понятно, никакого ресентима по Лозаннскому договору, по этим, по конвенции Монтрео. Ну вот, они не будут поднимать эту тему, но для них этот вопрос будет такой же принципиальный, как при Эрдогане. То есть, я вот... Я не думаю, что при любом оппозиционном кандидате какие-то... То есть, какие-то контуры внешней политики, Эрдогановской внешней политики Турции, они останутся. Потому что они просто общие. Это объективный интерес, национальный интерес Турции. Например, там, расширение, там, влияние в Центральной Азии, да, или проникновение в Центральную Восточную Европу, или вопрос Греции, вопрос Кургов, там, вопрос нормализации отношений с Сирией ради того, чтобы остаться ключевым игроком в этой стране. Это все будет в любом случае. Проблема в том, что ему дали такая возможность. Это правда. Вот почему, то есть, ему дали, как мы же понимаем, что в техаря, пока Путин глупо и шумно запускал операцию устретительства русского мира, Эрдоган строит в техаря именно туркский мир, туркский совет. Туркский совет и туркский канцелл, в котором входят ему 6 стран. Он реально создан. Это в котором Турция, Азербайджан, Туркменистан, Казахстан, Киргизия. И уже даже туда приглашал наблюдателя в Венгрию. То есть, ему, то есть, запад закрыл глаза на новый ОДКБ, в кавычках, который под Турцией и дали ему, вот, пожалуйста, хоть быть игроком, вот ты игрок, да, собираешься туркских народов. Ну, и не забываем, что там Британия тоже играет. И это попадало как бы в фокус июль. Да, естественно, но по-любому они дадут ему поиграть, чтобы было общий. Но сам факт, Турция при этом сохраняет себе статус державой, которая, скажем так, лидером туркских народов. То есть, ему это дали. Но проблема в том, что ему кажется, это мало. Вот в чем беда. И в прошлом году были такие заявления, и от лидеров Азербайджана, и от лидеров Турции, когда называли один народ, две державы. То есть, уже такие заявления, в котором, типа, что туркский народ, он есть и азербайджанцы, и турецкие, и эти две державы. И тогда это было, можно было по-разному воспринимать. Воспринимать по-разному о том, что на фоне протеста, который в Иране, северный, северный, в Азербайджане, находятся 11 миллионов азербайджанцев, что это был сигнал иранскому режиму, что если будут их уничтожать, мы на помощь придем. Или другому, это было о том, что это как заявление, о том, что создаются новые, скажем так, союз, или новый игрок, который может заменить игроки, которые после развала ОДКБ. Но и это действительно, как мы наблюдаем, Запад этому не мешал вообще. Он создал, были съезды, встречи, расширения, но сам факт, наш мальчик, в кавычках, он прыгает выше. То есть, ему это все давали и тот же начал пошел в сторону Запада, в сторону Востока. Ему дали зеленый свет, пожалуйста, в сторону Юг, под вопросом Дамаравской страны, но в сторону Запада четко Греция, действительно, это союзник, основной союзник штата. Действительно, если мы говорим вопрос исторический, это не знаю, справедливо было ли так рисовать границу в лице, или справедливо, это вопрос другой. Но сам факт, Лозаннские соглашения, они были подписаны не в самые лучшие времена Турции. Это было после поражения, после того, как Турцию поставили на колени. И тогда она отступила от всех, скажем так, ну, владений, но всех именно свои территории, которые были в арабском стране, это Османская империя, уступила от разных амбиций, уступила от Балкана, то есть много соглашалось, в которых Кемалета Турк пошел на это. Поэтому этот вопрос тоже играть на нем, я думаю, ему не разряжать, не позволять, поэтому вопрос пошел Кипр, и тут вопрос в том, что с Грецией его никто не уступит. Но дали ему, и почему Иран, я говорю, Эрдоган, он интересный фактор, что мне кажется, он не знает, когда надо остановиться. То есть он, и вопрос из арабских стран, сначала вливали деньги много, мы говорим про Арабские Эмираты, а потом начались жестокие противостояния, медоинформационные, серьезные, в котором даже обвинения на высоком уровне. Помним вопрос Саудовской Аравии и Эрдоган, и как Саудит уже объявили экономический блокбойт, бойкотировали товары, все товары убираем. Помним, как лира рухнула, помним, когда пошли протесты в Египет, ну, военные убрали в руках власть, и он сделал ставку не на то, что надо, на братья-мусульман, хотя он не, я не верю, что он братья-мусульман, он просто сделал ставку, и он тут проиграл. Все-таки Адобад-Абдад-Фатахис укрепился, остался, ему прошло все время, ну, ему, конечно, ему интересный момент, он не стесняется говорить, потому что он не говорит, я ошибся, я признаю, я приветствую, и здесь, но на этом шару играть, он формировал о себе такое мнение, как ненадежный союзник, как ненадежный партнер, и, кстати, для всех, для Запада, для Востока, для России тоже, его никто не доверяет, и сейчас, очень сейчас, ему нужно принимать решение, в котором может быть действительно действие, а не слова, его слова никто не доверяет. Помню, даже когда Меркель был там в канцерном Германии, пытался туда лоббировать бизнес-инвестиции с Европы, и тогда он вмешался в делах Национального банка, там ставил одного, снял другое, и тогда Меркель пытался ему объяснить, говорит, уважаемый президент, не все немцы верят в Бога, но все немцы верят в честность глава Национального банка, Deutschland. Пока вы будете вместе в экономике, вас к нему будет доверять. И таким образом, он хотел на этом играть вопрос, как реформаторам, которые против греховых процентов, но мы понимаем все это, то есть, это пузыри, которые рано или поздно, именно, она действительно лопается и проигрывается, и сейчас либо эра Эрдогана закончится на этом, так как, к иронии судьбы, он пришел на волны одно землетрясение, и сейчас другое землетрясение, которое может тоже его унести. Сейчас, вот, действительно, я подумал, что он его, вот, действительно, если он рационален, если он, действительно, прагматичен, четко не говорит, а принимает конкретные шаги, которые, особенно с западом, и тогда у него есть шансы. Если нет, да, оппозиция пока слабая, но при поддержке разных игроков и с южной стороны арабских стран, и с Европы, эти, действительно, могут создавать ему серьезный противовес. А вопрос потом реформации или вернуть, скажем так, исторические величия, вот, признать Лозангские соглашения несправедливо, но тут, мы понимаем, этот больше просто именно популизм. Идти на любой, на военные, на любых островов, ну, этот, ну, захватил маленький, есть такие очень маленькие, одна скала, но при этом, он себя начудит очень много грехов, которые ему никто, ну, такие грабли Путину. Да, никто не простит. То есть, с одной стороны, ты не захватил, извиняюсь, там, весь шелф, ты не вошел в столицу, ты захватил какую-то мини-улечку, ну и что? Но зато все, он таким образом докажет, что он агрессор, докажет, что он не разделяет европейские ценности, будет вопросом все его членства в НАТО и другие, другие, и это тогда огромный будет шанс для оппозиции. Они, да, могут его подыграть, мы за то, что через Грецию, но когда попадет в этот непростимый грех, тогда они могут отмеживаться, потому что он главнокомандующий, он принимал. Поэтому здесь сейчас действительно он очень серьезный выбор. Либо действие, но будь президентом, либо опять слова, и тогда под вопросом. Дмитрий Горесьев задает вопрос, я тоже хотел его задать. Ресурсы на восстановление в обмен на дозначную позицию РФ кемалисты примут такое предложение? Это же сейчас вообще вот такой очень важный сюжет, потому что мы видели, как на протяжении последних, ну, предыдущего года турцы задавали много вопросов, и приезжали туда представители и Госдепа, поднимали вопрос по поводу того, что турецкие банки работают с Россией, и угрозы были по поводу того, что заблокируют как бы там если они будут это продолжать, будут таким образом продолжать действовать. И в принципе Турция, она там где-то пятилась, где-то там перекрывала кислород, но с другой стороны мы знаем, что действительно Турция сегодня один из ключевых логистических и прочих хабов как бы там для России. И вот сейчас новая опция появилась в связи с этим, с землетрясениями, всем тем, что мы говорили. И соответственно, вот как это окажется, Илья, наверное, как это скажется на позиции Турции в Украино-Российской войне? Ну, я не думаю, что это сильно скажется. Ну, то есть, это же все равно относится к их интересу сохранять, то есть, нейтралитет Турции, ну, так называемый, динамический, нейтралитет Турции в вопросе войны России-Украины, он же продиктован там не какой-то любовью Эрдогана к Путину личной, да, каким-то, что они там, ну, персональные отношения играют роль, но здесь больше он продиктован их пониманием национальных интересов в этой ситуации. То есть, Турция, в Турции считают, Эрдоган и его окружение, что не присоединяться к санкциям против России выгоднее, чем присоединяться. И где-то это можно понять, потому что, ну, как бы, ты оставляешь себе возможность зарабатывать деньги, сохранять торговые и экономические связи, сохранять потоки энергоносителей из России, Турция же импортирует энергоносители, и сохранять возможность посредничества. То есть, тут же ключевой момент, что, понимаешь, посредник не может быть, если Турция присоединится к санкциям Запада, например, в случае смены власти, я думаю, что посредническую миссию они уже не смогут играть. потому что посредник... Они уже выбрали сторону. Да, это Россия в первую очередь скажет, ну, все, и тогда там Турцию заменят, наверное, какая-то Эмирата или Саудовская Аравия, я не знаю. то есть, кто-то, кто имеет связи и там, и там. И, то есть, это объективный интерес Турции. Вот, с точки зрения, вот, просто, если вообще абстрагироваться от Эрдогана, в принципе, здесь можно понять логику. Она может быть там морально правильной, морально неправильной. Это, и в этом есть логика. Поэтому я не думаю, что... Но здесь, то есть, пока что, я думаю, ничего не изменится. Вообще, очень интересный вопрос, будет ли действительно изменение, фундаментальное изменение позиции Турции при смене власти. Потому что, я думаю, будет зависеть от двух вещей. Первое, от того, кто будет президентом конкретно. Потому что, ну, все-таки, турецкая оппозиция, я... Ну, не надо к ней относиться, да, как к чему-то, вот, единое, некое, целое. вот, там очень много людей, очень разных. Разновекторные. Да, то есть, и мы не знаем, на самом деле, как они в итоге поведут себя, когда... Плюс, это же... И второе, будет ли изменение политической системы. Сейчас это суперпрезидентская республика. То есть, у президента вся полнота власти. Именно из-за этого политика Турции стала персонализированной. И это, кстати, одна из причин проблемы Эрдогана. То есть, когда ты замыкаешь на себе все процессы, то рано или поздно... Ну, то, во-первых... Кстати, я писал статью по этому поводу несколько лет назад на хвыле, по поводу того, что Эрдоган, создав суперпрезидентскую республику, замкнул на себе все процессы, с одной стороны, и с другой стороны, именно с ним начали ассоциироваться вот все. то есть, и партия... Вообще, ты сейчас не слышишь ничего о правящей партии. Что там? Какие депутаты? Кто за что? Не важно. Потому что есть Эрдоган. Эрдоган равно партия, равно страна. Почему это... Это имеет свои плюсы? Потому что у тебя облегчается управление государством. Но, с другой стороны, есть минус, связанный с тем, что как только... Да, то есть, если ты захочешь на кого-то что скинуть, не получится, потому что никто никого не знает, кроме Эрдогана больше. Есть вот он и все, его правительство. То есть, ты не можешь сказать, что в этом виноват министр инфраструктуры, это землетрясение, ну, потому что, в смысле, ты же отец, так сказать, нации. Вот и вся проблема. Так вот, если будет смена... Я не помню, я тебе найду ее. Я просто, это было, я живу, несколько лет назад, я помню, я описывал это, про проблему вот этого, размытия образа. Это было перед каким-то референдумом или выборами. И вот, так вот, если будет смена системы, то есть, например, вернут парламентскую, некоторые оппозиционеры это предлагают, вот здесь может быть тогда смена позиции. То есть, потому что, здесь как бы может быть и смена позиции, может быть наоборот, Турция ослабнет, потому что парламентская система, то есть, опять начнется вот эта чехарда с разными партиями, ну то есть, сам понимаешь, как это происходит. Когда парламентская система, особенно в Турции, особенно в такой достаточно обостренной политической среде, то это может привести к ухудшению возможности управления страной. Поэтому, я бы не зарекался насчет того, что Турция там резко развернется, буквально в первый же день после выборов, если проиграет Ордоган. Потому что, ну то есть, по сути, многое будет зависеть от конкретно персонали. То есть, новый человек, он все-таки, как он решит? Он решит, что некоторые прагматические интересы Турции, они все-таки, ну их нужно сохранить? Или он поддастся, там, например, давлению Запада и все-таки решит, там, поставить на первый план не узкое понимание национальных интересов, а вот, там, скажем так, пожелание своих партнеров? Потому что, ну, в этом же вопрос, на самом деле. Потому что, вот я же говорю, если рассуждать абстрактно, если абстрагироваться от Ордогана и рассуждать с точки зрения национальных интересов Турции, я скажу, что посредничество это их лучшая позиция. Ну, реально, с точки зрения чисто национальных интересов Турции, вот без моральной привязки. И вот это очень зависит от того, кто это будет. я не знаю, поэтому я не знаю. Вот, я не знаю, будет ли реально изменение, если там придет, например, к власти, вот, Кемаль Келыч Даругулли. Как он себя поведет? Какая у него будет команда? Успел ли Ордоган сформировать свой дип-стейт? Мы же не знаем. Да, он же разгромил старый, кемалийский. Он успел сформировать свой или нет? Совсем он там КВ разгромил, потому что там тоже куча людей, которые сидели по вот это, как это, Арнегикон, вот это дело. Арженекон, Которое было в 2007 году, генералы, вот, которых посадили, в 10-м, в 10-м. По-моему, в 10-м. А раньше? Так они вышли. Более того, не просто вышли, они заняли место в Иерархии. Ну, это же тоже вопрос. Поэтому открытый вопрос разгромил ли он его до конца? Если нет, тогда, потому что, если у него там свои люди, уже, то есть, они зацементировались, как новый дипстей, то новому лидеру будет сложно развернуть всю политику, например. В таком вопросе, как вопрос российско-украинской войны, это же серьезно, это один из таких, как бы, ключевых сейчас направлений Турции, благодаря которым Турция способна вот разыгрывать всякие маневры с западом, с Россией, с югом. Мы же должны понимать, что они, благодаря посредничеству, много чего на себе замыкают и играют серьезную роль на этом. Тут пишут, Турция была попытка переворот, это было в шестнадцатом году, это когда гулинисты как бы там начали, но они отличаются от гемолистов, это те, кто не в курсе, то есть, это абсолютно разные люди, и до сих пор не доказано, но мы не знаем, что произошло. До сих пор до конца не доказано, потому что там играли, тут говорят, что у меня звук слышен плохо, может, может, чуть-чуть сейчас переложу. Все нормально, говорят, что студия кричит, что все нормально, так что это не мой звук плохой, это ваш звук плохой. Арбеган же в свое время, он же обвинял Запад в том, что они якобы причастны к этому перевороту. Это же был один из ключевых моментов, что мало того, что они не помогли, так они еще, по его мнению, они к этому как-то... Поддакивали. Да, поддакивали. Может быть, я не знаю, то есть... Порадовались. Это правда. Мы заблюдаем, что идет переворот. Медина, да. Да, и они молчали, никто не звонил на поддержку. Скажем так, они втихаря молились, надеялись, но думаю, там шит, все было не так. Интересно, вот декларации, которые публиковали именно эти шест-партии, как они смотрят на институт президента. Я согласен на декларации, которые подписали через 30 января, что по внешней политике они там придерживаются уважения и свередет государства, не вмешиваются в делах никаких. Они, кстати, я могу повторять слова предыдущего премьер-министра, который его убрал до угла, которым была его политика, ноль проблем с соседями. А это как раз Эрдоган ушел этого. Так вот, это на внешне, а вот на внутренне. Они предлагали, все подписали, что в случае о них победа, президент будет иметь полномочия или срок семь лет без права перевыбора. Семь лет и все. Самое интересное. Вот подтверждают слова Ильев. Почему он там замкнул на все? Они хотят разрушать институт президента. Дальше. И они хотят, чтобы именно резиденция была открыта для всех желающих это посетить как музей. Дальше. Они хотят, чтобы было продано самолете президента как трофей, который для республики дальше. И хотят, чтобы именно был порог проходимости на выборы 3% любые партии 3% набрал пожалуйста ты вступаешь в парламент. И эти партии должны получить тогда 1% там какой-то от ВВП ну от смысле от их поддержки. То есть они таким образом открывают дверь для других партий они ослабливают институт президента и не будет президента который будет чтобы не повторить второго Эрдогана. И таким образом 7 лет я думаю 7 лет может любую программу без права продления никаких вопросов и таким образом вернуть именно парламентскую республику где парламент решает больше всего. То есть здесь это мы наблюдаем и это действительно это я думаю один из моментов который соблазняет не только оппозиции и других партий которые не понимают они не могут ни набрать скажем так ну минимальное количество голосов если эти придут и могут дать свои голоса еще потом переформатировать законы выборов чтобы они вступают в следующие я думаю это очень скажем так сладкая такая именно замануха которая может действительно затянуть очень много других желающих и тут вопрос еще момент который упомянуть когда проходило в разных странах и у нас в Украине и к примеру очень ярко это было в Палестине когда люди только чтобы населить Фатх выбрали Хамас потом горько пожалели люди не выбрали к примеру выбрали Зеленский только чтобы только не Порошенко тут там много людей которые могут выбрать оппозицию только чтобы не был Эрдоган и эта псовка в кучу это может и у нас серьезный вызов но при этом это ослабит управление страной потому что зайдут в парламент куча партий у всех свои интересы у всех свои повестки курды начнут сразу же просить автономию и опять начнутся то есть в принципе кстати очень похожая ситуация на Израиль при Натаньяху ну точно то же самое 15 лет Натаньяху значит в какой-то момент как это часто бывает он заходит в узкий узкий круг избирателей да когда он ну то есть его от него устают часть избирателей он начинает все более консервироваться в итоге у него остается узкий круг как бы пул избирателей и в какой-то момент все так утомляются что все оппозиционеры просто собираются просто чтобы не допустить чтобы он проиграл так же произошло когда собрались и левые и левоцентристы и центристы и арабы и там уже кто угодно был и в итоге произошло так что как бы его персоналистское правление закончилось именно потому что ну вот потому что оно было таким то есть но в его случае то есть он сумел вот воспользоваться вот этой слабостью вот этого переходного периода и вот он сейчас вернулся хоть я думаю ненадолго потому что проблемы все равно что там остались и тут же что же самое может быть то есть опять же они ослабляют президентскую вертикаль но очень многое будет зависеть вот как это потому что это это осложняет управление страной после там многих лет управления там вот так вот такого такого типа поэтому тут тоже будет вопрос долго ли они не смогут еще один момент который нас касается то что да Турция играет роль именно медиатора или скажем так посреди переговоров я уверен это западу не нравится поскольку я в первые дни когда уже была предложена стамбульская платформа Ленкара потому что запад хочет победа Украине это правильно и понятно Россия хочет победить это понятно почему а вот Эрдоган не хочет нашего победы на самом деле Эрдоган хочет гораздо больше он хочет чтобы на его площадке был подписан именно договор о мира называемый мира перемирия неважно между войны века и при этом это дает ему супер политический вес даже когда Байден не получал хоть Байден не мог помирить или сбавить мира от третьей мировой он решал и все время он это объясняется то что он с одной стороны мотивировал да или оправдал почему он к санкции не присоединяет почему пропускал несколько кораблей с краденным зерном потом это все прекратилось но мы понимаем что Турция может задушить Россию в прямом смысле именно в Черные моря если закроют именно ралли и тут понимаешь что у меня кажется Украина либо Украина получила сигнал Запада либо Украина сама решила уже последний указ президента Украины открыть новых 10 посолств на Ближний Восток и в Африке из них наконец-то посолств Оман в Иордании не в Иордании есть Оман Оман я думал в столице Оман в Салтанате это очень интересное государство я думаю это связано с Турцией мы туда с тобой поедем обязательно потому что Оман это страна которая имеет статус абсолютно нейтральный посредниками и не то что вопрос Украины Россия вопрос даже который более щептильный для Востока даже с Израилем они принимают открыто принимали лидеров Израиля глава Масада открыто такая у них позиция то есть есть такой договор что даже в арабском мире что вы пожалуйста площадка когда мы все поссорились и хотим прийти поговорить это у вас я думаю Оман как будущая платформа очень может быть на нем и будет Оман это я думаю готовится там нужно посолство конечно нам нужно укрепить связи я думаю это готовится как замена для Турции то есть не напрямую это все быстро но вдруг Турция не сыграет необходимую роль или Турция перейдет на нашу сторону к примеру и потеряет статус американцам не комфортно передать вот этот скажем так вот эту фишку этот вес саудитам им мы же знаем как противостояние между королевским домом и между Байденом знаем тоже они не хотят говорят Катар потому что Катар была на духовские платформы решали тогда вопрос именно в Афганистан афганских боевиков и тут же именно тихий незаметный салтан Аман может стать новая площадка на котором ни одна страна не имеет к нему претензий он далеко от этих санкций он далеко от поддержки одной и другой сторон ну понятно почему тогда может заменить и это будет думаю будет инструмент против Турции то есть как если я принимаю решение я впускаю страны в НАТО Финляндии Швеции и буду вас поддержать взамен но я боюсь терять не переживай у нас есть замена ты уже наш союзник а если он не захочет тогда у него была первая инициатива вторая на которой Путин не пошел на это то есть Украина в этом совесть чиста потому что Путин не выступил и тогда Аман будет я думаю это объясняется почему Украина открывает посольство именно в Омане хотя у нас мало граждан товарооборот не сильный я думаю это основное к этому посольство и Оман очень хорошая возможность вести переговоры с Ираном потому что у Омана хорошие отношения с Ираном плюс я вообще читал в одном из что там прошли какие-то переговоры я не знаю это правда или нет но это до войны иметься в виду это сейчас буквально на прошлом Украина на площадке где-то там проводила переговоры в том числе по поводу дронов для того чтобы решить вопросы это ну если они прошли или если даже будут пройти но это хорошее место потому что опять же у иранцев хорошее отношение с султанатом Оман у нас просто там посольства не было понятно оно нужно потому что если ты хочешь без посольства это нереально делать и кстати Оман это же там где был этот Патруша которого мы помочь искали в Саудовске где был Патруша где мы были мы говорим это в январе 20-го года когда сбили наш Боинг и тогда была информация которая не подтверждена что был и Зеленский он сутки был без связи то есть это говорит на что наш президент был готов на много чего ради выбора но это было наивно то есть его могли ликвидировать и об этом ну мы просто когда с Ильей ездили в феврале 20-го года в Саудовскую Аравию то мы что-то как раз истебались там меня можете найти в этом господи в инстаграме лежит вот эти сторис там отдельным этим отдельным блоком про Саудовскую Аравию там найдете как мы Патрушева в аэропорту искали да и люди здесь задают вопрос интересно как по Аману как Аману удалось выстроить такую политику это вообще отдельная тема вообще да это там можно да почитайте Муссон этого Каплана Каплана да вот как раз описывает он описывает географические особенности Амана ну это частично отвечает на вопрос его местоположение да Роберт Каплан по-моему его зовут Муссон он есть на русском языке есть на английском языке ясно дело абсолютно классная книга у него вообще целая серия книг которые через географию объясняют вообще как те или иные страны двигались вперед и вот Аман он всегда был такой площадкой потому что занимал важное транзитное положение Маскат его столица и порт ключевой он еще 500 лет назад там играл важнейшую роль и страна и плюс там султан который недавно умер как раз его все уважали ему за 80 лет было он правил несколько десятков лет и за счет того что очень очень мудро правило сбалансировано он имел реальный авторитет то есть это такое ну очень очень интересная страна я надеюсь что обязательно попадем и покажем вам вместе и тут еще сигнал которым я говорил важность арабского мира то есть это не только именно нефть не только ресурсов не только рынок нашего производства и еще площадка на котором действительно есть это очередной раз подтверждает что в Украине необходимо МИД при всем уважении не справляется МИД это МИД и нужны нескольких институций которые должны быть поддержаны государством которые будут заниматься разными функциями будут иногда дать советы нашим дипломатам которые вчера стали дипломатами как реагировать на одни и другие процессы чтобы мы не стали замешаны в какой-то процессе чтобы именно вопрос противостоять российской пропаганде чтобы работать с элитой арабских стран что мы не западная марионетка мы не проамериканские мы Украина но они наши союзники и дальше открыть для нас пути больше если например Вагнер до нас давно воруют и добивают незаконно золото в Судане так мы можем обратиться законным путем купить лицензию предложить это интересно и выгодно Ливия инфраструктура которая разрушена у нас из компании Саудовская Аравия это еще отдельная тема это огромный игрок который перейдет в нашу сторону в войну выиграем есть страны которые они прозападные как Катар как Марокко которые они уже фактически с нами только запад очень давно идет уже когда начал ослабить зависимость от рискового газа куда обратился Алжир Катар в разных арабских странах и Египет тихо молча ведет переговоры чтобы египетский газ добрался до Греции и дальше до Европы и тут мы должны выстроить прямую политику и прямую которая именно по предыдущему Киев-Риад Киев-Маскат Киев-Альжир Киев-Багдад независимые это нужно потому что идентичность Украины в арабских она размытая то есть как мы понимаем до войны где Украина там где Россия где Украина там где Польша то есть нас воспринимали там где кто-то это говорит о том что нам нужно и работает вопрос не только это вопрос имиджовый действительно чтобы не стоял вопрос где Украина и за что Украина борется и есть много параллелей которые например когда в некоторых предлагают например а почему Украина наступает Крым дайте им Крым война закончится тогда можно напомнить арабского мира вот тогда инициатива король Файсал именно земля в обмен на мир вот именно в арабском мире Израилу дайте землю мы вам мир тут это можем использовать то же самое война за Синай египтяне были ли готовы к переговорам оставить Синай нет этих параллелей которые можем много использовать и потом после войны судного дня вернули да вот и объяснить пожалуйста когда я выступал на египетском телевидении это шоу это было в 16м году и тоже ведущий спрашивает ну Крым ну как-то со намеком зачем эти проблемы договоритесь тогда я просто поднял вопрос вот сразу реагировал вот так нервно я спросил Синай могли уступить нет это священная земля это каждая как ее сантиметр полит кровью каждый как его крошка песка у вас пески и вы дороги а Крым это не пески это родная земля это порты и так далее вот почему вы могли уступить нет даже в Египте во время выступал за то что давайте все время поговорим его могли арестовать или расстрелять это тогда у многих стран опять же Сирии можно напомнить голландские высоты да отдайте тогда ну это же та же логика да то есть если вы говорите отдайте Крым так отдайте голландские высоты совершенно верно то есть они уже сколько лет причем Курские территории с палестинцами то же самое то есть на самом деле очень много можно аналогий провести с Ближним Востоком и тот момент в том что нам нужны в этом чтобы работать по-другому вопрос мы обсудили здесь был резонанс в котором я говорил тогда уже сейчас это может быть не актуально до войны как наши консулы пользовались пользовались их положения продавали визы и при этом они злили людей это была коррупция и стали отказом серьезным инвесторам серьезным бизнесменам которые у них в паспортах много шенгена и это как это вредило и одновременно это все российский консул который находится на пару километров открывало им визы просто стандартно 700 долларов и всем и эти моменты просто все время именно мы там проигрывали и просто банально из-за непонимания и за то что коррупция и приведу реальный пример когда позапрошлом году 21 году когда украина впервые не лезвие для страны Арабского залива мы думали будет два рейса в неделю от Саудовской Аравии в Украине когда запустили именно локостер флайназ мы удивились 13 рейсов 13 рейсов в неделю в то время наши мы не были готовы но когда приехали и все думали как будет закрыти в черных тут ходить наоборот люди очень сильно подружили арабским туристам Украина понравилась так 100 миллионов долларов привезли и украинцы смогли впечатление оставить и этот был я еще молчу про то как наши аэропартии работали и уже многие начали рассматривать особенно как Катар Airways и других что как и Львовский аэропорт может быть хабом вместе с Стамбулска потому что летают с Бразилии с США и действительно можно это использовать вопрос который был помню кто-то решил из умников не знаю кто отменить зеленый тариф в то время когда Катарцы и Эмираты обсудили вопрос 2 миллиарда долларов для инвестиций для солнечной электростанции представьте ли они сейчас работали если бы стояли они нам тогда вопрос энергетики была критичная и потом было два выбора либо молчать в тряпку либо в них ударить и там на них стоял флаг Арабский Эмират и тогда уже имел совсем другие проблемы это не вошло почему опять же вопрос тупость жарность вот тупость или коррупция или коррупция на почве предательства но сам факт все время пытались были серьезные поступки чтобы именно отодвинуть нас Украина от арабского мира и наоборот и создавать опять же такого вакуума сейчас вопрос еще по дронам мы говорили о том что на самом деле от того что мы страдаем сейчас в дронах так до этого другие страдали саудовская корабль сентябрь 19-й год так сейчас уже есть запрос на вооружение востребованность и думаю украина должна работать именно саудовскими военными компаниями чтобы создать и выйти на уровень союзников Иран увидя наших там серьезно задумается правильно ли он в эту войну втянулся или нет потому что Иран нас не то что не оценил он нас в счет не воспринимал он нас помнил украинцы январь 20-й год нас сбили нас убивают и весь мир кричит это было ракета бог а мы говорим нет подождите мы не знаем это наверное техническая поломка то есть мы тогда реагировали очень адекватно и тогда Иран формировал такое мнение что мы те которые можно с ними не считаться сейчас уже по-другому сейчас выходим мы из рамки региональных игроков на глобальных и мы должны выйти из такой политики когда если мы никого не трогаем нас не трогает эта политика не сработала Иран этому явный пример и почти все арабские страны являются анти иранские блоки в котором действительно еще раз требуется чтобы по-другому Украина на арабский мир на мусульманский мир и для этого открыла конкретные институции и начали работать научно целенаправленно и собирать клуб друзей Украины в арабской стране Фаржилак просто блестяще все рассказал хорошо я предлагаю вот у нас уже 20.33 3.5 часа эфир идет я предлагаю вот вообще я думал по Ближнему Востоку пройтись как бы в контексте не только в контексте Турции вообще но я вижу что это отдельная тема кстати ребята поставьте карту Омана тут то что я вам перекинул тут уже люди спрашивали вот смотрите только убери меня направо потому что там убери меня вообще вот видите Оман он больше чем Эмираты между прочим это большая страна на самом деле достаточно большая они конечно не такая большая как Саудовская Аравия которая просто огромная но большая причем местами зеленая вполне и горы там есть когда вы взлетаете из Дубая то она справа такая самолет когда взлетает то она справа остается очень хорошо оранжевая просто там просто как раз вот есть кусочек мы на мысе вот этом вот который в этот Оманский господи как этот пролив называется Армузский пролив да вот там кусочек Омана тоже есть он разделен Дубая получается Эмиратами как бы там на две части там еще маленький кусочек есть и там этот Оман хорошо видно так вот тут люди пишут что а можно сделать эфир по Оману в контексте умения балансирования системы интересов разных игроков смотри я думаю что нужно сделать не только людям условно говоря какие есть страны в арабском мире допустим Египет у нас Египет думают что это Шарм-эль-Шейх а Египет это не Шарм-эль-Шейх это самая крупная самая населенная страна в арабском мире и она очень мощная и у нее своя игра Саудовская Аравия тоже свой вес Оман Эмираты Марокко я предлагаю сделать такой эфир для того чтобы объяснить какую роль они играют потому что допустим Катар или Эмираты или Саудовская Аравия они же просто имеют целые конгломераты которые имплантированы в западный мир у них транснациональные корпорации Саудиты сейчас мощно с Китаем начинают играть строят химические производства на том сырье которое берут у них китайцы и это часть большой сделки которая будет в следующие десятилетия играть поэтому я думаю что мы можем сделать вот так может быть в таком же составе мне кажется блестяще получается и мы просто возьмем вот эту тему Ближний Восток не только Ближний Восток Арабский мир как играть в Украине потому что действительно МИД и офис президента должны понимать что люди которые понимают вот такие все нюансы они здесь сидят Илья и Фаржаллах и не только есть другие еще люди которые могут дать очень хорошие консультации и вообще понимание того как там играть я добавлю просто к нашей мы начали раз мы уже говорим что надо сделать я думаю корень наших проблем даже не в институциях аналитические центры они закрывают вопрос информационно-аналитический то есть это продукты это аналитика консультации но проблема в том что где ты возьмешь специалистов их единицы более того Львиная доля специалистов сидит прямо сейчас здесь более того это же нужны люди не просто то есть у нас знаешь как многие думают если ты знаешь арабский язык ты автоматический эксперт по ближнему востоку это не так ну то есть есть тут нужно две части знания языка желательно и знания региона ну на аналитическом научном уровне потому что не все филологи там они эксперты это такой вопрос нужно туда ездить нужно понимать как дышат элиты ну как бы да то есть я не считаю себя большим знатоком арабского языка потому что у меня большой практики нет да но я занимаюсь много лет регионом то есть именно в политическом анализе в этом плане и проблема у нас в том что у нас нет школы арабистики то есть вот с этого надо начинать это если мы говорим о подготовке будущих специалистов потому что ну их нет да то есть от того что мы вдвоем еще там окей еще пять человек я могу насчитать там которые могут об этом что-то сказать но этого недостаточно потому что если мы хотим закрывать вот такие вот потребности то есть в целого региона у них очень сильная школа арабистики чтобы вы понимали я когда автостопом путешествовал по Сирии по Иордании в 2008 году то я там где-то встречал в глубинке это несколько раз у меня такое было в глубинке той же самой Сирии встретил там ребят из Санкт-Петербурга я так понимаю это были юные разведчики которые просто ездили по тем же местам где потом все развернулось и Пальмира и Алеппо и Хама короче все ключевые точки они там ездили путешествовали арабисты то есть они на арабском разговаривали и они просто ездили я так понимаю просто смотрели проникались вот как бы этой атмосферой культурой какими-то какими-то пониманием того как все устроено и там этому уделяется очень много внимания поэтому страна которая вообще претендует на какую-то на какую-то субъектность в этом мире она просто должна вообще никогда не жалеть ни денег ни усилий на то чтобы проникать их перед назначением часто в России российских дипломатов их иногда забрасывают в эту страну на пару месяцев общались с людьми попрактиковали язык посмотрели это же как бы важно ты же едешь в страну ты же не можешь ну как ты приезжаешь пока ты ты же тратишь там кучу времени на то чтобы понять когда ты первый раз приехал что тут куда идти а так у тебя есть время подготовиться а на летоубис или как он по-арабски я все время ходил где автобус на станции вот и поэтому я думаю что вот было бы хорошо если бы хотя бы при специализированных университетах например институт международных отношений там в Киеве в Черновцах в Львове там где кафедры есть создать ну центры именно арабских Arabic studies да то есть арабских студий или как там арабские исследования арабского мира не на бумаге как у нас сейчас знаешь как делают открывают кабинет вешают табличку типа центр арабских там каких-то и все на этом все заканчивается туда приносят какую-то литературу несколько книжек там на арабском языке вот вот как бы теперь это но при этом преподавателей там немного особо занятий там не проходят и ну никто этому не уделяет должное внимание не выделяет ресурсы это важно потому что я же говорю это но это в интересах государства то есть это же опять же я сейчас не говорю вещи которые там вот нам вдруг мы с Мухаммедом решили что нам нужно то есть это же это же в интересах государства вам нужны будут специалисты по региону да еще и со знанием языка это ну и поэтому такие вещи надо делать при специализированных университетах у нас и начинать уже сейчас желательно потому что вопрос если мы уже опоздали 10 лет да мы больше 30 лет это поздорово значит вопрос то специалисты надо начинать то что у нас мало да да конечно не зря когда призвал СССР не зря СССР эвакуировал все арабисты все институции в Санкт-Петербург и в России и мы до 13 года Украина смотрела на внешнюю политику либо через призву Москвы либо через Брюссель вот так например я помню в МИД что это призывается решение в Лиге в ООН ага как Москва голосует как Брюссел голосует и сейчас когда ресурсов не выделять сейчас на это начинать на самом деле есть неплохие специалисты но это ядро в котором создается вопрос именно обучения арабского языка есть в разных институтах отдельных курсов но нужно вопрос сделать именно профессиональным я встречал случайно украинцев случайно мы выходили со знанием арабского именно Айн Кафф Бад я был удивлен их знания и просто они выпустились они из-за любви к арабскому языку изучали они просто оказались невостребованы когда этот институт появится институт аналитический центр неважно уже появится молодежь есть мотивация куда стремиться это первое место работы МИД может отправлять в этот центр именно будут дипломаты которые нужно обхватить практику третий момент это вопрос кроме аналитика нужно для арабского мира об Украине именно нас продвигать и наоборот который будет тут дать сигналы на каких моментах куда обратить внимание и кроме этого есть те которые культуролог которые они переводят немало уже в последнее время было переведено особенно Имад Раев знаешь этот Иллана перевел уже на украинского на арабском книге именно Агата Крымского Ивана Франко стихами Лейса Украинки эти книги они есть в небольших экземплярах но они должны быть не тут а в библиотеках там в арабских странах я однажды гулял прошел просто по набережной Александрии я был удивлен что там есть этот битпорт и читаю на арабском память такой-то женщины слово Крым Аль-Кырм я спрашиваю тут была какая-то женщина которая вклад в Александрии Крым а в Крым это слово Красное Крым с Украиной потом мы восстановили нашли память когда украинка там лечилась в Египте и когда начали искать у нас друзей потенциал много но он разбросанный они чувствуют что они никому не нужны вот когда я друг появляться тогда действительно будут сборы плюс журналисты например которые кстати особенно в Египет они знают русского языка потому что они учатся в России или учатся на год а потом поехали в Россию разочаровались но они язык знают и не хотят нам помочь или там есть центры аналитики в арабских странах которые могут с этим центром сотрудничать в котором мы там будем сразу не влиять только на массу а уже передать этого институт аналитики которые его читают люди принимающие решения то есть это функционал который начал то есть вопрос обучения языка это лишь часть часть которым собираем педагог которые но есть другие которые я вот случайно по-моему один по-моему голос столицы известный Дмитрий Чикалкин кажется да случайно я когда слышал как он арабские стихи поет он несколько диалектов диалектов и стихи я был удивлен то есть он говорит как этот например он может свой опыт кому-то передать еще сейчас наши дипломаты начали изучать еще такой момент который очень много вопросов когда кувет начал помочь крымским татарам я был на одном из переговоров которые кувет еще он не думал как нам что помочь но там гуманитария но он сказал давайте я возьму 10 студентов украинцев бесплатно обучать кувет то есть есть такие это как с американцами нам нужно 100 хаймерс нам дали 5 но спасибо там деньги идут но возьмут наших 10 студентов правильно пускай берут они например это тут нету таком проблем они могут взять россию вопрос садовской арабии могут брать наших и таким образом открываем но через 15 лет 10 лет будет у нас конкретный слой которые которые жили в арабском мире знают и уже вопрос будет понимать вопрос религиозный чем потому что как мы знаем арабский мир он кажется однородным но там общей знаменательности мало кроме языка тут нужно по отдельности с каждым работать то есть мало кто все мы знаем садовская арабия богатая конечно но мало что самый большой потенциал в нефть это Ливия а Ливия уже анти российское государство Ливия первая от Вагнера вот из тех моментов которые можем накапливать Судан и в Судане я был там огромный действительно там просто приезжай иди что хочешь и там поскольку в кавичках забыть о Богом там США открыт посольство мы еще смотрим там огромных моментов ресурсов чтобы не дать россиянам как заявляли типа что база будет база не будет а всего лишь зелень во время Абажира но здесь моментов что-то когда появится мотивация это будет и действительно эта страна не должна чего жалеть почему это не только для войны это должно быть навсегда чтобы диалекти вот кстати читали наверное последние сводки ГУР когда опубликовали перехват когда нацелись выпускали дроны по-моему неделю назад и был перехват диалект именно иранские инструкторы разговаривали на курдский с баштунским директором то есть они маскировались в пользу других и еще было расшифровать нужно было найти переводчиков которые на фарси которые знают курдский и которые знают баштунский из-за зелого не страна как бы да то есть вот этих можно таким образом тянуть под этим региумом чтобы знать почему потому что сейчас опять тема большая сейчас например мало кто заметил что были военные обученные при США в Афганистане были брошенные иранцы их лоббируют в Иране и есть вероятность их могут сюда перебросить или продавать скажем так анализируем об этом написала именно был один из офицеров он скрывал свою индивидуальность вот нас продали или нас выбрали США а возможно скупит Россия то есть сейчас этому регионе требуют от нас конкретное внимание и который нужен больше всего после войны чтобы мы там находились чтобы не прозывали какой-то процесс то есть анализируем идеологию ментальность иранского режима можно было предвидеть что эти режимы кремлевский и тегеранский они рано или поздно могут к Гиллере Муссолини да работят и это все стало сейчас в этом моменте этот вопрос только нужно начинать и главное чтобы там убедить то есть например при Путина несколько по-моему институций которые его консультируют иногда для нас это кажется дико мы сидим тут и тут же заявление что Путин против жидко рано в Стамбул в Стамбул извини ответить при чем нелогично на самом деле он ему дали советники быстро заявляй это плохо потому что это бесплатная фишка дорого можно продать простым людям там в арабском мире из таких массов тоже вопрос например когда был скандал с ЛГПТ немцев в Катар они вместо того что восхищаться как катарцы организовали и ФИФА тут он начал они сказали в законе Катар нельзя эту тему поднять это запрещено законом и тут же Путин заявляет что он за семейные ценности так при чем Катар и Россия но ему дали скажи это вовремя и пошел во всем арабские СМИ что Путин за семейные ценности он убивает людей ежечасно но я тогда понял что вызвали его очень сильные и серьезные советники которые у них ферма работает я всегда анализирую арабский фейсбук смотрю комментарии я даже ради интереса что они пишут и они просто гонят методически как у нас я еще не видел все было до этого раньше было 90% против против просто Зеленский против Украины сейчас оно выравнивается 50 на 50 извини посмотри даже кто отвечает у них за Ближневосточную кто эти люди это очень серьезные люди серьезным опытом Богданов Вершинин Лаврентьев это люди которые работают с Ближним Востоком много десятков лет как Примаков в свое время Примаков был один из таких это Примаковская школа это как раз люди которые реально кто кого интересует почитайте их биографии просто посмотрите Примакова и сегодняшние люди они все советники один спецпредставитель президента Лаврентьев по Сирии отдельно у них есть Богданов спецпредставитель по Ближнему Востоку и замминистра иностранных дел и Вершинин замминистра сейчас Лаврова то есть они как бы работают конкретно очень методично очень системно и кроме того общая ну это тоже вот один из таких месседжев раз уже мы накидываем то общайтесь с журналистами это я власти это не про себя потому что мы это можем но это то есть я не очень понимаю нашу позицию иногда я часто это слышу кстати в частных беседах в том числе есть какой-то стереотип типа что арабские страны это пророссийские не я конечно понимаю что да действительно во многих странах Ближнего Востока есть стереотип об Украине да через призму России ну так исторически сложилось но это не значит что они все пророссийские люди могут не знать просто банально и действительно куча людей просто не понимают там суть конфликта какие-то они не разбираются как и мы не разбираемся в их вещах то есть мы же не и ну как бы и бывает такая позиция что раз они все такие вот они не то есть у нас же как делится у нас сейчас вот такая странная позиция типа мы же максималистки делим внешнюю политику так есть проукраинские страны антиукраинские все больше никакой позиции не существует если они не говорят там то же самое что говорят США это не значит что с ними не надо общаться ну они у них другая позиция у них своя политика у них своя история в том числе отношений с Западом. Мы должны помнить, что история отношений арабского мира с Западом, она сложная. Есть ресентимент по отношению к Западу, есть антиамериканизм, есть. Но мы ничего с этим не сделаем. Это так получилось. Внешняя политика Штатов в Ближнем Востоке, мы же знаем о ней много чего. Опять же, кому мы рассказываем. Но от этого нельзя по этой причине отказываться от контактов с журналистами, с академиками, с представителями, какими-то спецпредставителями, потому что это абсолютно неправильно. Когда приезжают журналисты, с ними там не общаются. Да. Это очень больная тема, не хочу в этом говорить, потому что я мог бы видеть многое. Да, опять же, вопрос там, не знаете арабский язык. Хорошо, не знаете арабский, это не проблема. Крупнейшие арабоязычные телеканалы, Аль-Арабия, Аль-Джазира, они знают английский язык. Все там, практически все нормальные журналисты. Да можно к нам обратиться, мы бы присутствовали с министром и переводили без проблем. Да, но вообще не знают английский. Я сам знаю, потому что я выступал и на английском языке весной в прошлого года, и у них есть перевод. То есть вообще нет никакой проблемы языка, в современном мире это не проблема. Тем более, когда речь идет о крупных телеканалах, крупных радиостанциях и так далее. Там какие-то маленькие СМИ, это другой вопрос, но опять же вопрос перевода тоже возможен. Поэтому я говорю, регулярный политический и журналистский межакадемический контакт, это вот один из таких моментов тоже очень важных. И, кстати, у нас такие же проблемы не только же с Ближним Востоком. Это касается вообще любого незападного вектора, где у нас и западного вектора, кстати, где у нас не хватает связей. Вот на таком низовом уровне связи между аналитическими центрами, связи между академиками, связи между журналистами. Ну, это просто банально, межкультурные, это же связи между людьми, которые потом превращаются в хорошее партнерство. Сто процентов. То есть иногда просто стучу в лоб какое-то министерство, я говорю, в США иногда просто выходит губернатор, приглашает журналистов, типа «Cope of the Tea», «Чашка кофе». Он просто таким образом, он понимает, как общество живет, и он полузаранее может предвидеть или предстригать эти вопросы. Вы понимаете, что когда сейчас именно стала Киев, Мекка, для арабской прессы, кто приезжает, и многие за нас, и многие еще не понимают, и нужно их лоббировать, нужно с ними разговаривать. Я говорю, прийти внимание Лавров, когда он дает пресс-конференции в МИД в Москве, он время уделяет, пытается убеждать, смотреть в глаза каждого, как будто он лично к каждому обращается, потом нужно отдельно уделять, там был свой, скажем так, уникальный контент, разговаривать с каждым. Он не теряет ни одну площадку. Здесь это у нас нет, я говорю, мы как Украина по-арабски предложили, мы можем это организовать, если у Министерства ресурсов, мы организуем раз в месяц, две недели, приглашаем все арабские медиа, общайтесь с ними, убеждайте, к тому же они уже видели Бурча, РПН, и пожалуйста, пользуйтесь. Но все равно, я это замечаю, если слышать BBC или CNN, Евроньюз, то есть, министр бежит, хотя до него сообщали сто раз, если крупнейшие каналы, то Молизер и так далее, то это сам. Ну, я, например, помню, что в прошлый раз к нам не вышел, сегодня, похоже, решили мне отомстить, в 6 утра мне высылают, его величество, министр, согласился сегодня встречать с журналистами, только во сколько в 10? Я, конечно, просыпаюсь в 8, вижу сообщение. Я должен бросать? Нет. Я ничего не бросаю. Кто-то пришел, успел, ну, пишут мне журналисты, Мухаммад, мы успели, потому что один работает, но это как минимум неуважение к нам. За 2 часа нам сообщать. Все, что друг? Нет, такое не дело. Да, типа я, царь, сизволил с вами общаться. Ну, конечно, потому что журналистка приехала с Берута, Аль-Дазира, она должна работать выполнить, ну, конечно, и приехала. Но, какой осадок? Ну, Аль-Араби, я не знаю, прошел или нет, Sky News не пришли, другие, другие. Но сам факт, подождите, что это? Что это за коммуникация такая? Кто заинтересован в этой аудитории? Они в вас? Или вы в них? Я помню, просто есть группа, которая, по-моему, около 70 контактов арабских журналистов внутри Украины, за Украиной. Я просто написал, дорогие коллеги, сейчас мы хотим смену о вороне организовать, мы, Украина по-арабски, кем-то, смену о вороне. Столько было заявок, Мухаммад организует нам, чтобы было через Skype, мы хотим общаться, мы хотим. Так, эту аудиторию, эту Украину уступает россиянам. И, кстати, фейкер по комментариям, очень много людей обманутые, например, из них пишут, вот Украина вторгалась в Ирак. Я пишу, что в Украине не было государства, когда Ирак начала война. А другой, может, видел, приклеили, кто-то на фотошоп придумал такое желтое, придуманное, типа Аль-Аграм, газета Аль-Аграм, 49, это мощнейшая пресса арабского мира, газета Египта. Аль-Аграм выпустил такой-то номер, 49-й год, и большой заголовок написано, Украина требует немедленно вывод арабских армий из Палестии, это означает, что Украина за Израиль. И это пошло многим. Я пишу, я пишу, уважаемые, не было, как, я говорю, Украина выбрала, и уже, вот этот фейк, можно найти, этот фейк обошел столько мира, и просто из-за того, что они просто врут, потому что знают, что люди, не знают, что Украина только вчера появилась. Или, например, другие пишут, например, что, да, это пример, когда российская пропаганда говорит, что бандеровцы едят их детей. Это методик, а для них, там, они, когда слышат, например, что, а почему Украина против Ирака? Я говорю, а вы в курсе, что Украина на самом деле принимала решающие моменты в разминировании? Много, именно, в Арабском, в Ливане, и в Ираке тоже. Я об этом не знаю. Вот здесь, этот именно центр, который будет заниматься, чтобы антипропаганда, потому что нам нужно. Мы эту войну, мы проиграли начало информационной войны. И любая война выиграется в головах. И только потом на поле боя. Если человек убежден, он начинает помогать. И кто, кроме этого, есть у нас те, кто учились в Украине, и уже стали министрами, занимаясь серьезной должностью на днях. На это можно играть, и можно их собирать. Есть огромный, огромный потенциал. Вот, сначала я понял, почему РИА Новости только в Каир? Сначала думал, ну, Бог с вами понял. РИА Новости, это дезинформатор, который травит воду, с которой пьют журналисты. Они переводят все, что надо, и информацию бесплатную, готовый контент, высылают для «Спутник», «Эхо Москвы Аравек», «Аль Аграм», и все. А журналисты, многие, просто получил текст. Не напрягаются. Зачем? И даже я, расскажу секрет, до войны, после Майдана, слава Богу, я дружусь со всеми арабскими дипломатами, и я совсем везде и везде, я иду, как будто я защищаю Украину. Потом один момент я говорю, стоп, так эти дипломаты в Украине, а почему они все время претензии к Украине? Потом я решил, что раз я приду к одному послу, Евросоюз посол, а почему он сказал, вот потому что так, я читаю «Рошан Тюди Арабик». Я говорю, а у вас сколько помощников? Три. Они не перевели, да, Европа не перевели, копировали. Просто зачем напрягаться, сидя в Украине, копируют из ресурсов «Эхо Москвы Аравик», «Спутник Аравик», «Рошан Тюди Арабик». Кстати, один еще момент, очень интересно, можете смеяться, как арабский фактор. Вот осадовцы, именно журналисты, короче говоря, Мария Ниткина, осада, они стали угрозой мыслящих людей в России. То есть некоторые, по моей информации, некоторые аналитики, журналисты в России, они под контролем журналистов из Дамаска, работают на ФСБ, что не дай бог, этот эксперт сказал лишнее на телевидении антипутина. И уже, как собака их держит, контролирует, это для контроля российских арабистов. То есть, вот, можете представить, насколько Россия за этот, держит, да, за этот момент, не отступит. То есть нанимает людей из Дамаска в Москву, чтобы контролировать своих Иванов, Сергеев, которые на арабском языке, чтобы они знали, о чем они говорят, и не дай бог, могут сказать вместо спецоперации войну. Вот когда к этому вниманию, видишь, сколько они этому уделяют, поймем, что действительно, они очень боятся проиграть эту войну, либо формулированную войну в арабском мире. Поэтому здесь, на самом деле, это огромный кусок работы, который сейчас, он военственный, а потом, это вопрос именно для открытия ресурсов этих стран. Нам нужно наложить и каналы, и каналы потом торговли. До войны, слава богу, мы успели, украинские продукты находились на прилавках, магазинах, где качественный товар и продукты. И, кстати, там против нас, в некоторых местах, была Венгрия. То есть, в Кувейте, например, Венгрия развернула антиукраинские кампании, в которой именно мы, украино-арабские, украино-арабские, начали помогать нашим дипломатам, чтобы остановить не российскую брехню, а венгерскую. Даже такое было. Даже Венгрия может нас лягнуть в Кувейте. А если мы не знали, мы могли просто... А про нас там говорили, что мы нацисты. Говорили, что мы им запрещаем говорить на своем родном языке. Вот, а представьте, это все прошло. Вот Россия сказала, вот видите, это не так говорю, евространа говорит. Друзья, вам вот просто показали, как выглядит закулисье большой политики. Причем закулисье именно в системном, повседневном понимании. Когда каждый день десятки людей, сотни людей даже, не десятки, а сотни людей со стороны России занимаются формированием информационного поля в арабском мире. И это дает эффект. И потом не нужно удивляться, что почему вдруг кто-то за нас не голосует в ООН, или не поддерживает наши какие-то инициативы, или вообще на нас смотрит как-то подозрительно. Это все вот из-за этого, из-за несистемной, безответственной и откровенно часто глупой политики, жадности, глупости, которая, к сожалению, у наших многих соотечественников есть. Поэтому мы, как бы, вот вам будем это все показывать, рассказывать заинтересованным лицам из нашего правительства, в офисе президента. Мы готовы дать необходимые консультации, если такое желание проснется. Вот, значит, я скажу, что эфир завтра будет у нас в 17.00 с Арестовичем и с Бача Кочелавой. 17.00, я думаю, это будет очень интересно. Так что включайтесь. В понедельник у нас тоже будет очень интересный эфир. В 18.00 они начнутся. У нас будет гость из Чехии. Как бы там будет такой интересный, я думаю, дискурс, который многих удивит. Вот, и с тобой эфир с Алиной на 19.00. Мы договорились, потому что очень много проходит сейчас всяких процессов. Там и Китай, и, короче, по Штатам. Да, поэтому мы сегодня Байден прямо сейчас выступает в Штатах. По поводу этих тарелок или что там летает. Там уже все в цирк превратилось. Мы подкаст будем записывать на этой неделе с Алиной Гриценко. Подписывайтесь на подкасты Ильи и Алины Гриценко. Усы Асада зайдите, вывеси сегодня все ссылки на подкасты, чтобы они зашли и подписались. Вот, тебе, Мухаммед, огромное спасибо. Обязательно сделаем, я думаю, на следующей неделе или через неделю сделаем еще вот как бы развернутый такой, как бы по Ближнему Востоку. Подготовимся хорошо и зарядим. Вот, люди смотрят, пишут, что гости эфиру чудовы. Вот, так что, этот, как бы, это заходит тема, когда интересно рассказывается. Вот, поэтому спасибо, что смотрели нас. Виктория Адамская пишет. Очень жаль, что не отвечаете на вопросы. Виктория, я, к сожалению, не могу разорваться. Сразу все читать, как бы на нескольких каналах, отвечать, везде отписывать. И, поэтому, задавайте вопросы, и рано или поздно мы на них ответим. Все, обнимаем, целуем. 21.05 в Киеве. Заканчиваем наш эфир. До завтра, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok